Итак, ребят, всем привет! Решил сделать предисловие к этому видео Выход был шикарный, интересный Очень много хороших находок Но, к сожалению, получилось так Что половина Видеофайлов просто исчезли Не знаю почему, открыть не могу Пытался через многие программы Решить свою проблему К сожалению, не получается В общем, выход был шикарный Но кое-что Я смог восстановить Это была находка Медаль за 2 года И, к сожалению, потом Как, я не знаю, что произошло Но после того, как мы подняли медаль Все файлы просто-напросто Не открываются Не знаю, с чем это связано Может быть, из-за того, что с нами была девушка Кто-то с суеверия, наверное, помнит Что если на корабле женщина, девушка То все, беды Как пить дать Ну и сегодня тоже у нас была беда К сожалению Не получилось мне вам показать Что у нас произошло Во-первых, один комрад Утопил свою Ниву Ниву утопил не в воде, а в домовой яме Вообще-то это была не домовая яма А колодец Торчало просто-напросто от машины Представляете, как мы воткнулись Затем, пока вытаскивали Ниву Серега помял себе крыло Да Но это не все У нас была еще третья машина Что вы думаете, с третьей машиной произошло? Мы потеряли ключи от иномарки Да, ребята Ключи от иномарки Ходили и искали, наверное, часов Так, два-три Цепочкой Встали и проходили там, где проехали ночью В общем, так же не нашли Кто-то скажет, возможно, суеверие Может быть, чисто случайность Что вот так вот произошло У меня машины не было Может быть, и с моей что-нибудь было бы Но, видите, со мной случилась вот такая беда После того, как нашли медаль Ну, ничего у меня не сохранилось Несколько файлов вначале До находки именно вот этой медали И потом все Беда полная Как вы думаете Это стечение обстоятельств Или все-таки факт? Ту медаль, которую мы нашли Имеется номерной знак Всю информацию, ребят Я исторические факты вам прикреплю В конце видео И, знаете, прошу написать Это суеверие или нет Что вот такой вот у нас коп произошел Монеты были Были и складень Серега поднял Монеты советские, царские Но, к сожалению, ничего не осталось Ну, вот такое вот небольшое предисловие сделал Надеюсь, вам видеосюжет понравится И напишите в комментариях У вас такое бывало? Такое происходило? Это суеверие или все-таки закономерность? Вот, так что, ладно Приятного вам просмотра! Ну, что, ребят Первое переключение у нас начались Легкую машину пустили вперед Потому что клея как бы не нарезано И вот, натя Встали в жиже Ни вперед, ни назад Хорошо, что не вазится с нами Сейчас он дернет ее Но придется нам и здесь вот Топтать грязь Так Двое проехали Сейчас Рустик Китайский Полуджипик Рустик решил Ходом На скоком решил взять Прошел Тяжело идет Честно говорю Тяжело Китайский идет очень тяжело Нива свободна итак ребят всем привет сегодня мы организовали небольшой слётик среди своих камрадов приехали об одной дружной компании смотрите сколько нас народу где народ махаем ручками пока шеврончики ребята и сегодня мы решили покопать с нами как всегда илюха серёга ярик рустик рустик вот смотрит придется его замазать да ребята ручка надо тоже замазать и среди нас одна девочка вот на наша девочка татьяна она у нас будет кока по кухне взяли прибор но решили ей не давать приборчик лучше женщина на кухне так что ребят сегодня походим несколько фундаментов я посмотрел сейчас на пара разобьемся какой фундамент начнет давать и это в комментариях скажите получится у нас покопать серёж опять коменты начнутся вы алко-копатели ёшкин кот ну некоторые не поймут в общем ребят немножко покопаем сегодня посмотрим с ночёвкой и до завтрашнего вечера посидим посмотрим определили три фундамента которые можно разработать они тронутые кто-то и в них ковырялся а мы продолжим так что в общем ульяновск чуваши всем привет да огромный может быть вам когда-нибудь все-таки заскочим в году на шурфе будет участвовать терочка фишер аська твой прибор ну мы сейчас ребят за встречу ехали паровозиком видели до грязь грязю к нам это ничего страшного прогноз погоды был ужасный кругом дожди 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 но мы все-таки собрались и приехали так что не обессудьте что получится то получится видео видите значит мы что-то откопали так что смотрим будет надеюсь надеюсь интересно на прошлых шурфах серёга бутылку классно откопал копеечка 25 в общем находки здесь зачетные ну и посмотрим что нам дед сегодня подбросит смотрим приятного просмотра такой огромный фундамент дети все побежали к саньку санек санек визжит санька визжит монеты нашел так на прибор только не наступить пожалуйста ребят вот из этой ямки выкопал три монеты двушка что в прямом эфире трешка и пятак короче вот так вот такие вот монетки а я уж вы не сильно даже загажены до а ребят всего продолжается вот из этой ямки ребят ямка на штык лопаты так не ругайся а то мамка смотрит канала бутылку за ругает могу ругает единственный доставки шифер это означает что мусора будет советского предостаточно ну да сигнал прерывистый и мы прекращаем свой репортаж ну что ребят осталось три человека я русик серега и все на этом остальные подключки я не снимал то что происходило сейчас минут наверное 30 назад это было жесть вы наверное просто нас бы осудили но я не не стал снимать потому что у нас не об этом а у меня серебро ребята мэри с пацанами стояли в кругу общались за серебро сегодняшняя и вот я сказал я серебро сегодня точно потому вы как хотите но я подумал и я его поднял сегодня будет сегодня будет и от сереж лунница да это вот хорошая такая знать без окислов такая хорошая я до этого на этом шурфе поднял большое количество монет некоторые не придумал не показывал были пятаки вот и вот так вот монетка наковырял ну да шурфик маленький но меня расстраивает то что здесь большое количество ребят вот этого говна это шифер вот здесь вот молодой сад санька двушку поднял советскую в общем дом до 70-х стоял и надо углубляться глубже не интересно если честно мне шуф вообще не интересно либо это алюминий включай либо тета выключаем давай давай стряхивая вниз вот этот эпицентр ребят это печь вот здесь вот гряда все монеты штук наверно 8 я поднял возле печи у рустика в районе печи что-то звенит либо это алюминий либо это серебро до хруст так связь извините ведь смене медь либо серебро ну бля чё ты или железо бля крупное железо может быть нет если был железо он бы уже увидел бы бьет конкретно ну-ка ниже вот прям вкладки вы здесь вот здесь вот прям вкладке блин ну здесь клами нет сигнал хороший серёж чекник блин вкладки вкладки ребят звене это чё нормально нормально либо медь либо серебро ну тогда ребята включусь обязательно и вам скажу что там было потому что придется наверно кладку либо камень все это убирать разрешать так что включусь если в любом случае включусь что там находится вообще классный классный такой чистый сигнальчик все мужики сейчас скажу мужики лось он давай это медаль какая-то серебро только что я серебро только видно это за то боевые забы так за боевые заслуги а ты не хотел а ты не хотел ко мне на фундамент а здесь серёжа шурфил что-то нет он в этой же я минуту смотрите какая красавица здесь вообще огонь вообще огонь а вот здесь вот она изначально была затерта здесь какие-то ну здесь есть немножко и и вот это вот ребята ради этого ночной коп стоило ехать просто мои поздравления держи в лес и что груз не это лидером не отмажешься я тебе говорю пошли какой литр пошли копать со мной вот шурф говном говном но видите что бывает вообще красавчик если она и номерная да я предлагаю вообще класс я мечтаю найти боевую награду вокруг меня все находят а я не могу найти ладно классно ну вот ребята вы сейчас посмотрели именно последний эпизод после чего у меня файлы совсем не открывается вроде они есть но с другой стороны их нет и сейчас я хочу небольшую историю исторический факт прикрепить по поводу этой медальки ну а теперь давайте немножко об истории данной медали медаль за боевые заслуги сокращенно збз была весьма почетной наградой они мечтали в годы великой отечественной войны многие военные и рабочие в тылу появилась данная награда 17 октября 1938 года тот же день что и другая замечательная медаль за отвагу впервые медаль за боевые заслуги наградили массово около 1158 присвоение к награде после советско-японского конфликта у озера хасан всего же до начала великой отечественной войны наградили примерно 21 тысячу советских граждан в основном к награде присваивались рядовые и сержанты младшие офицеры состава ркк всего за годы великой отечественной войны было произведено около трех миллионов триста восемьдесят одну тысяча девятьсот семьдесят восемь награждений медаль вдавалась и после окончания великой отечественной войны с нацистами всего список награждений насчитывает пять миллионов двести десять тысяч семьдесят восемь номеров ну а сейчас давайте оба описания медаль за боевые заслуги выполнена форме круга из серебра ее диаметр составляет три целых одну десятую три целых две десятых сантиметра алой эмалью выделяется аббревиатура с ссср шириной 0 6 сантиметров а в середине красуется надпись за боевые заслуги чуть ниже перекрещенная сабля и винтовка с примкнутым штыком к ордену прилагается удостоверение вплоть до 1947 года оно было индивидуальным после стало серийным с 1947 года на ней перестали наносить серийный номер всего существует около трех миллионов двести семь тысяч пятьсот один номерной орден наш же орден значит попадает именно под боевой разряд медаль была вручена до 1947 года данная медаль имеет два типа разновидностей первый тип с квадратной рамкой и второй тип с пятиугольной рамкой ну а ценовой политики данных наград я не буду заводить речь так как продажи в российской федерации орденов и медалей запрещено а вот коллекционирование возможно надеюсь вам была полезная информация и мы с вами стали знать больше эту медали мы будем реставрировать в частности я ребята запрос будем подавать министерство обороны затем в другие сайты тоже я хочу ее восстановить найти хозяина и вернуть ну хозяин вряд ли живой но по крайней мере родственники они есть и пусть родственники знают что у них отец или прадед дед воевал и хорошо воевал за наше будущее которое сейчас у нас есть так что ладно на этом и все подписываемся если не подписался если понравился видеосюжет ставим пальчик вверху за трудосторание ну а если я найду хозяина то конечно же почетное вручение этой медали у нас на канале будет так что смотрим не пропускаем ставим колокольчик и всегда будете первым на просмотре моих видео сюжетов на этом и все ребята всем пока до новых встреч а